Иваново приходит в себя после обрушившейся на город стихии. Первые сигналы о повреждениях, которые нанес шквалистый ветер, начали поступать на телефоны аварийных служб города и области в субботу около трех часов дня. Атмосферный фронт, проходивший через территорию Центрального Федерального округа, задел Владимирскую и Ярославскую области. Нашему региону стихия тоже доставила немало хлопот. Больше всего у нас пострадали Комсомольский, Лежневский и город Иваново, частично Ивановский район. Было нарушено в основном электроснабжение, были повреждены частично крыши домов. Ураганный ветер сносил на своем пути деревья, фонарные столбы, рекламные щиты. Однако в этот раз ивановцы оказались предупреждены о надвигающейся стихии. 2 октября вечером сообщение о том, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий, появилось на местных телеканалах и на сайте администрации города. «Были рекомендации населению, и два раза мы выкладывали информацию, что ветер усиливался сначала до 22 метров в секунду, а потом была информация, что возможно усиление ветра с 22 до 27 метров в секунду. Жители мы предупреждали, кроме того, мы выкладывали такую информацию, отправляли в крупные торговые центры и делали заявку на СМС-информирование». Больше всего работы было у сотрудников и в горе электросети. Сначала погасла Соснево, затем улица Суворова и сортировка. Точечные отключения электроэнергии были повсеместно. Всего на телефонную линию компании поступило более тысячи звонков. Ситуация осложнялась и экстремальными условиями, в которых вынуждены были трудиться ремонтники. Оказалось, что при скорости ветра свыше 15 метров в секунду работа подъемника невозможна. «Основной напор пошел по линии 04, где частный сектор, жилые дома непосредственно. Там уже была более сложная ситуация, потому что некоторые улицы дублировали друг друга, параллельно идут. И обрывы и на той улице, и на другой. Деревья надо было спиливать. То есть деревья опилили. Сейчас жалобы есть, разумеется, что деревья навалены. Но в первую очередь нам надо было дать непосредственно электричество, чтобы в домах был и свет, и, как правильно говорится, и холодильник, чтобы работали». Всего в борьбу с последствиями стихии по области вступили почти 400 человек и 72 единицы техники. На данный момент все повреждения устранены. В память о субботнем урагане остались только спиленные деревья. Улицы города, как нас заверил директор, и в горе электросети скоро от них очистят. На данный момент, по словам пресс-службы Главного управления МЧС России по Ивановской области, жертв нет. Материальный ущерб пока что неизвестен. Полина Понасицкая, Алексей Гарин, РТВ Иваново.